добрый вечер приветствую вас на волосит онлайн это запись обзора 25 сентября и по традиции мы начнем с экономического календаря и событий которые нас ждут на следующей неделе начнем конечно же с того что произошло на этой неделе и пройдемся по некоторым моментам что стоит отметить понедельник китая читался по процентной ставки 38 385 таки оставили на том же уровне бы было несколько выступлений центробанков глав государств и также фрс что еще стоит отметить также еще был отчет по процентной ставки швейцарского банка оставили на том же уровне ну в целом пока тенденция такая оставлять том же уровне я думаю ближе вере после выборов в сша или до выборов в сша ближе к этому моменту будут какие-то изменения касаемо ближайших тоже в отчетах по центробанкам пробегусь так немножко значит пятого ноября и 29 октября евро центробанки федрезерв отчет по процентной ставки как раз вот конец октября 3 кстати ноября выборы в сша и вот 5 сразу после выборов просто на ставка united states of america так центробанка россии российской федерации 23 октября будет отчет по процентной ставки ну в целом сша тоже кстати 5 ноября это ближайшее вот скопление процент ставок конец октября начало ноября как раз этот период стоит расценивать как возможный триггер для там изменения тренда или же даже его ускорение либо сохранения если сохранять ставки на том же уровне и так это были события которые на этой неделе на следующей неделе что стоит отметить очень важный момент это будет четверг если не ошибаюсь саммит лидеров с час они собираются в 13 0 и также будут несколько важных отчетов ну начнем с того что опять будет выступление председателя евро центробанка лагарда это будет в понедельник 28 сентября в среду в южной корее праздник полнолуния соответственно вот кто торгует на восток на акциях восточных далее китай в среду отчитываются по деловой активности производственном секторе и деловой активности производственном секторе ожидается на том же уровне но я думаю других сейчас вариантов им отображать статистику какую-нибудь другую просто не выгодно улучшение тоже сомнительное ухудшение им не выгодно потому что будет спад экономики ну вот фондовый начнут скидывать британия 900 считывается по ввп заказа второй квартал там проценты очень пугающие порядком 20 процентов в минусе после этого вас через полтора часа как только успокоится сразу выступит председатель евро центробанка господин лагард с речью это будет 10 30 и в 12 почти 12 без 5 12 это напомню среда 30 сентября германия отчитается по количеству безработных вроде как планируется что на том же уровне останутся и также будет отчет в этот день нас 15 изменение числа занятых в несих хозяйственном секторе подчеркнул в 15 15 не 15 30 вы можете ждать 15 30 они считаются 15 15 и пропустите всего латильность и ввп завтра квартал по сша планируется минус 31 а то и почти 38 процентов просадка посмотрим и птина астрийская всегда запасы ранее это все вот события достаточно очень кучно и не плотно будут среду насыщенный мой день я думаю как раз динамика все недели будет концентрироваться в среду и в четверг четверг китай праздник гонконг праздник южная корея праздник вот восток весь праздниках соответственно также япония считается в четверг ночью в индекс настроений крупных непроизводственных компаний и индекс настроения крупных производственных компаний от танкан соответственно это будет ночью отчет по процентной ставке центробанка индии в принципе большая очень страна с развивающейся экономикой ну стоит отслеживать также и динамику и вообще экономической ситуации на этом уровне причем в индии бирже развивается достаточно неплохо саммит лидеров и с в 13 00 это в четверг 1 октября и после них 15 30 идет число первичных заявок на получение пособий по безработице это фундаментально важный отчет последнее время на него не сильно обращать внимание и плюс в свете пандемии там как бы понятное дело что рабочие места очень сильно сократились и никого там не испугать каким-то очень страшным учетом поэтому я думаю реакция будет достаточно спокойно не сильно ажиотажным и в пятницу гонконг тоже проходит праздник в индии праздник китай национальный день и ну в общем восток отдыхает начало октября помимо этого всего будет еще отчет по уровню безработицы с сша нас 35 и и по в итоге у нас среда четверг пятница ну вот именно среда четверг самые насыщенные это будет волатильность немного я думаю особенно в четверг и до лица лидеры стран и есть будут обсуждать важные вопросы решать дальнейшую судьбу своих стран и соответственно на это будет реагировать спекулянты к особенно те которые на новостях на слухах торгуют то есть стараются вот именно в волатильные сам самые интересные моменты взять из этого прибыли и так начнем перед вами сейчас индекс ртс относительно котировки по бренд вы видите насколько склонился индекс ртс бренд пока висит достаточно плотно возле уровня 42 41 но это вступительная такая речь касаемо вот этого наблюдения и немножко склонился я вам уже неоднократно показывал что такие моменты достаточно прогнозируемо в итоге пока пока все получается возьмите на заметку если вы еще планируете свои стратегии на понедельник вторник то этот момент стоит взять во внимание и так цель контракт у нас идет достаточно неплохо 40 отметка пока стоим уже вот в той неделе как с 36 рванули на 42 у 40 вы обратите внимание ждут наверное собрание лидеров и с другого у меня ответа нет просто застыли в коридоре 40 39 и там четыре дня так лихо даже четыре с копейками была ликвидность 318 к это склейка контрактов поэтому не сельчайте если у вас немножко другие данные просто чтобы сразу видеть всю картину для вас по уровню ликвидности я включил склейку то есть не самая слабая по ликвидности неделя но сам факт то что они конкретно стоят в коридоре ждут каких-то собой новостей отчетов и событий как раз в среду там и петролиум ну то есть уровень количество запасов свой нефти в сша лидеры и с процентной ставки но в общем среда четверг я думаю будет самый пиковый на на и для нефти тоже вот по открытому интересу у нас идет пока такой спадающий ну без изменений я бы так это сказал назвал бы без изменений то что какого-то сильного снижения не видно и были даже шарты вот особенно 21 числа 8 на такую же самую обратите внимание дельту идет выброс 24 числа четверг и пятница как-то уж очень так осторожно пытается расширить 40 65 и это все происходит на вот такой вот дельте с учетом того что дельта подкрытому интересу без изменений то есть здесь трудно сказать что пошел сильный приток давайте посмотрим сейчас вот я в чистый ноябрьский ключом вот видите какая ситуация после того как подключить склейку контрактов обратите внимание открытый интерес так и остался а вот дельта хотя нет все нормально я мне показалось что здесь было 1000 я подумал что настолько сильно пошел крен что я хотел показать следующий контракт именно декабрьский это был чисто без клейки ноябрьский сейчас мы посмотрим декабрьский на декабрьском 2 900 выброс был 21 числа здесь естественно открытый интерес с того момента вырос немножко сегодня пока без изменений то есть не сбросили не вкинули но это пятница нормальное явление перед выходными зафиксировать профит порядке вещей давайте кто поддерживает такую методику анализа вот нефтяного рынка как я вот представляю сейчас то есть я смотрю еще следующий контракт какая там агре но по активность по ликвидности кто больше давит на цену ну и соответственно это все совмещают с текущей ситуации которая идет нам на ноябрьском контракте учитываю открытый интерес дисбаланс по агрессорам и соответственно какой уровень ликвидности на какое движение как рано кредитировать то есть на сорок две тонны 40 с копейками было вот 17 16 числа достаточно такой хороший маневр и по процентному крену наверное вот 21 числа почти 7 процентов и в пятницу 44 то есть это для целого дня это достаточно немало давайте возьмем сейчас кан этой неделе мы возьмем необходимые замеры значит ядро вы видите ну тут ожидаемо 40 40 с половиной смело ставьте основное ядро текущей торговой недели здесь концентрация всех сделок прошла далее у нас общий оборот 150 камп и дельта общая за неделю составляет почти ну 4 600 на шорт здесь также мы сейчас делаем небольшой замер непосредственно по дельте распределение агрессоров по коридору массивом по каким ценам большим и где было кого продавцов лишь байер и так у нас есть плотность как раз вот 40 25 по 40 это территория брения и ценовой диапазон где активность соляров было крайне плотной и в принципе можно взять также победу их на уровне 3970 по 40 тоже то есть это принципе общий коридор этот немножко слабее но плотность есть далее стоит также отметить вот эти моменты поддержку на 40 33 по 2023 вот этот коридор в качестве саппорта за неделю так итогово удерживают пока пятницу в этом на этом уровне поддержки сейчас мы зафиксируем я думаю что может можно даже 42 захватить это саппорт который пока чего вот пятница не не осмелится пробить тестировали но пока не ушли ниже это очень те кто в покупках стоят там со средины недели это в принципе очень неплохо и потом где такое достаточно очень хороший коридор это 46 по 42 пока итогового за неделю там остались байер давайте покажу какие там были значения ну небольшие это декабрьский контракт напомню это не ноябрьский сейчас я переключаюсь на ноябрь здесь немножко картина совсем по-другому выглядит но немножко и и так по ноябрьскому давайте повторно здесь поставлю кастом профиль и так здесь миллион сто восемьдесят шесть тонн и дельта 5000 контрактов здесь ядро чуть ниже находится 30 79 по 40 02 я уберу лишний линии декабрьского так и у нас получается еще такой уровень достаточно объемные 40 32 переключаем на срез по дельте и что и мы имеем значит плотный коридор поддержки можно принципе смело брать 39 88 по 40 16 там буквально пару цен было итогово за селерами вот этот коридор вот как раз в этом уровне поддержки пока пятница осталось так потом у нас идет плотненький коридор продаж как раз сразу же за этим уровнем поддержки но это предсказуемо там где пакуют покупки там недалеко обязательно будет плотности и продавцов ну вот точно плотно 68 по 88 берем 39 цену и тут плотненький коридор еще берем 40 44 это у нас байера старались по 40 60 то есть уровень поддержки выше чем текущая рыночная цена к этому стоит относиться и использовать вот в каком ключе то есть если все-таки пятницу закроют хотя бы там на миду коридоре то есть в середине пятницы вы видите что пятница не вышла за пределы четверга а это говорит о том что в пятницу не было тех у участников крупных которые вот целенаправленно толкали бы цену там одновекторно то есть просто вот блуждание то такое вот хаотичное не хаос но туда-обратно то есть собирают мясорубкой называю просто без без целенаправленного движения торговой сессии хуже не придумаешь вроде бы такая безобидная не особо волатильная но вот это еще хуже чем ударная к эта сессия на высокой волатильности так здесь если все-таки понедельник очень лихо начинают выталкивать цену за 40 и 25 соответственно здесь вот эти байеры которые в течение недели оставляли какие-то объемы открывали позиции начнут еще усиливать свою сторону как бы под подпитывать покупками для того чтобы вытолкнуть цену за пределы ну хотя бы недели это у нас получается 48 там дальше идет 46 но здесь как бы есть уровень сопротивления к раз в районе 40 10 по 40 30 это еще 100 недели плюс понедельник неплохо приложился там 8 700 нашел было вот эта локация на вот из сопротивления номер один это 40 90 по 41 15 давайте поставлю диапазон вы это всего перенесите свой терминал это самый плотный коридор непосредственно свежий из текущей недели ближайший уровень сопротивления по поддержке здесь ну 39 и 2 обязательно нужно пробить для того чтобы если вы еще не открыли шорт вот будет целесообразно чтобы ну как минимум ушли за пределы ядра вот 39 88 40 16 здесь есть плотности байеров и нужно непосредственно пробить хотя бы четверг вот именно нижний уровень от 39 40 а дальше уже будет по мере поступления новой информации то есть уже внутри торговой сессии понедельника и вторника ну пока не пробьют четверг и среду я бы с не торопился с поиском точки входа на шорт да и в целом когда идет такая дрейфового неделя это обычно может неделю полторы затягиваться уже как бы полторы недели есть вопрос только когда исходя из экономического календаря это примерно ожидается в среду четверг вот вторник понедельник они могут бросить на вынос топорей из этого всего флэта и в среду как раз подряд после раскачки волатильности они могут стартануть будем смотреть как там лидеры страны с решат судьбу человечества так индекс доллара непосредственно перед вами уже ликвидность идет по 31 тони 30 и 23 тонны вчера здесь вот такой у нас обороте как видите ликвидность которая была на прошлой неделе там 35 30 на тонны на этой неделе достаточно неплохо приложились так здесь получается почти все вот эти четыре дня по четверг на дельте вот такой раз то есть три дня из четырех на покупку буквально вот сброс позиции явно вот подкрытым интерес то выглядит вот так вот начали набор позиций и продолжают его вот сейчас на уровне 29 то есть это но пиковое значение было в четверг там были шерсты могут сбрасывать вот этот весь рост он принципе вот раз набор позиции раз два три 4 5 без изменений 6 то есть покупают но как бы уже открытый интерес не увеличивается и здесь усиливается открытый интерес но дельта прошла 1300 вполне может быть что там пошел сброс вполне и если цена ну вот хотя бы удержится не ниже 9 и 3 по 9 и 4 9 3 40 это вот диапазон этих двух дней 21-22 числа здесь очень плотный коридор байеров исходя из поддержки по открытому интересу и агрессоров на байт могут вполне уровень защитить если даже 94 не смелятся пробить сайлеры соответственно есть шансы на продолжение тенденции которая сейчас формировалась на рост то есть в принципе так после двух недель даже чуть больше бокового движения возле 93 наконец-то осмелились дать какой-то драйв плюс среду четверг следить если вы в понедельник зайдете то в среду четверг нужно смотреть не стоит ли перри оценить как бы ситуацию на рынке после собрания лидеров страны с тут точечно 9 3 92 я бы взял и 9 3 45 по ну включительно 93 и 80 и 1 вот цена 9405 по сопротивлению пока есть в 11 4 25 35 и немножко 55 это вот там где выбросили приличном ликвидностью но продавцы это по сопротивлению обратите внимание на 445 там 1400 перевес на стороне байера и это буквально за 2 300 против 1800 и на следующий день 1700 поэтому по этой же цене просто 1200 есть есть в общем-то байер и вот даже на этой сессии видно хорошо и немножко здесь поровну здесь перевес хороший здесь поровну перевес за байерами 2 против 1800 почти поровну поровну почти полторы полторы ну по мелочи насобиралась и 400 контрактов то есть какой-то агрессивные атаки селера вы здесь я не вижу поэтому вполне может быть коррект коррекционный момент как не всегда был пидет возле 93 45 то есть ну допустимая коррекция там да вот этих покупок которые были в этом диапазоне то есть желательно чтобы они не ушли ниже их тогда еще и но как бы здравый более здоровый как тренд сохраняется то есть если байеры очень сильно начнут без заботиться как бы заботиться о своем положении торговых сделок и не пустят даже 94 ниже соответственно это еще лучше сигнал то что байеры есть они не бросили позиции они как бы участвуют как бы в этом сохранении тренда соответственно ну и видо был питом как раз к этому дню среде будет чуть выше я думаю 93 8 в этом случае тогда покупки можно будет еще держать если же сильно обрушится там понедельник вторник рухнут ниже этого уровня поддержки тогда с покупками точно стоит повременить ну пока тренд тренд задали неплохой открытый интерес рос почему бы нет золото ну вот 1865 на данный момент после двух недель такой достаточно лайтовой ликвидности стояли ждали каких-то событий ну вышли хотя бы там прощупали 1880 и как видите ликвидность на продолжение этого очень такого хорошего маневра на шорт она вроде бы как перестала подпитываться как раз после 23 числа то есть 297 тонн я бы не сказал что это мало для золота но целом ну пятница к бете 173 тонны хотя бы еще бы немножко набросили ликвидности тогда и шансы что вот усилиться динамика на продажу похожая ситуация вот с резким шартом было вот здесь обратите внимание 606 к потом меньше меньше в пятницу вообще очень мало и что произошло потом то есть никакого дальше движения не было то же самое здесь 388 меньше и здесь вообще 173 то есть шансы есть что это все как бы манипуляция как бы да вот они сейчас бросят сапари вот этих всех ребят и потом лихо буквально за пару дней могут вернуться обратно поэтому будьте осторожны давайте заглянем открытый интерес а позиции открывались конкретно 22 то есть приток позиции был несущественный более существенный уже 23 и и несущественный уже четверг но в целом вот приток основная часть была 23 числа под дельте у нас отличился особенно четверг здесь 2 700 на покупку но давайте отключу сейчас открыт интерес чтобы вы сравнили дисбаланс 23 числа и дисбаланс четверга восемь с половиной то есть но такие дисбалансы у нас были вот 17 тонн это 11 08 в августе все больше ну то 6 половиной это не факт то есть вот такие единичные вспышки агрессоров что на покупку что на продажу без последующего подтверждения на следующий день смотрите 17 тонна шорт следующий день уже покупают да немного по сравнению с этим но если бы сильно давили на шорт они бы еще следующий день начали бы шортить а видимо это все дело просто было но одноразовым одноразовая акция как говорится вот здесь к примеру бросили 6 половины на следующий день сохранили агрессии со стороны продавцов еще активность была это продолжалось до 25 числа вот это вот хорошо для продолжения тренда а вот это вот не очень соответственно возьмите на заметку просмотрите на истории такие моменты можно регулярно и на многих рынках наблюдать когда можно отличить манипуляцию от не манипуляции так давайте сейчас по уровню значит здесь как видите итогово почти весь коридор на шортах но давайте заглянем как говорится гости режим байсал лидеров нам не сильно сейчас нужен прям так а вот без него уже куда лучше и так мы сейчас небо не сможем обойтись без кастомайзером и приступаем сканем неделю вся ликвидка на минимуме недели обратите внимание 4 пятница висят прямо вот в аккурат пятница даже не побоялась выйти за пределы четверга похоже активность была на индексе доллара если вы помните значит вот коридор сюда ставим алерты сто процентов и давайте сейчас посмотрим общий оборот миллион сто пятьдесят четыре дельта 9 тонн общая за неделю так ну вот у нас как вы помните там где у нас было ядро недели даже есть такая плотность на покупку вот она за счет 24 числа и 23 давайте поближе сейчас посмотрим то и оставил такой объем да вот 23 числа если вы помните там была достаточно большая дельта на шорт на следующий день были же покупки в этом же коридоре три дня к ряду пакуются потихонечку аккуратно незаметно ребята цена сейчас болтается выше этого коридора давайте поставлю отметку вы мониторте на предмет продолжение активности байеров у этого коридора то есть если не утарились три дня на бай но на покупку соответственно не постараются не пустить цену ниже если так и будет то можете потихонечку готовится к поиску точки входа на бай по таким прям опасным локациям на шорт в целом тут везде в общем так набросали продаж и тут стоит отметить вот этот сильный такой агрессор вот и ну вот итогово самая такая прям страшно это 1931 вообще принципе в этот коридор в 1940 1945 вот прям это были уровня сопротивления очень небольшой объем 1922 ну а здесь так себе уже поменьше немножко ну в общем то из поддержки это вот это единственная надежда если в случае понедельник не уходит выше 1875 1890 это лайтовый но уровень сопротивления есть нет коридор то есть не не выпустят если селеры не выпустят за вот этот даже коридор но с покупками могут быть проблемы будьте осторожны то есть не просто так два дня на самых лаях висят бизнеса без особого движения на покупку то есть если байеры есть то они бы хотя бы попробовали вернуть к середине коридора всю эту цену а так они просто застыли в очень узком коридоре контролируемым скорее всего у самого минимума недели то есть есть шансы что они еще могут ниже нырнуть и потом вернуться но в целом это не к добру вот так вот так неделя когда в конце недели то лица байера вот так вот на золоте бывает такое что вот 4 пятница банки тарятся на выходные а потом понедельник они уходят как бы на на север опять же надо чтобы пробили вот этот уровень тогда уже можно более спокойнее работать с точки зрения покупать покупок вот такая у нас активность то есть нейтрально два дня взаимоперекрываемые двигаемся дальше так это у нас идет snp snp еще раз повторюсь очень скоро а именно 3 ноября выборы сша и зависимости того останется этот президент текущий то есть господин трамп на престоле или же его сменит какой-нибудь другой управляющий этим всем государством может быть сброс акций но в принципе уже перед выборами я бы если бы у меня был большой пакет достаточно такой весомых и важных акций я бы обязательно часть прибыли зафиксировал бы за четыре года вот если он остается на второй срок соответственно можно дальше держать портфель и скорее всего останутся те же самые законы и какие-то поблажки каким-то бизнесом ну и соответственно если вы находитесь в окружении этого человека то вы знаете какие акции покупать какие сектора лоббируются продвигаются развиваются какие можно принципе не трогать там ничего особо не будет происходить поэтому смена власти может привести к смене как бы и настрою участников на фондовом рынке соответственно немножко может рухнуть фондовые за ним индексы и вот тогда будем подстраиваться под эту тенденцию если останется соответственно ну может там какой-то корректос и произойдет на всякий случай как бы отсечка а потом к новому году по идее должны подрасти как бы вот новую тот же президент все хорошо растем под под черную пятницу под рождеством и так смотрите переход на новый контракт идет весело здесь вот мы видим с вами 3 4 18 вот как раз диапазон где-то достаточно так интересно два практически один в один торговых дня по коридору и 46 тонн на шорт начали стартовать 18 почти такую же активность показали 23 и то же самое два дня стоят в коридоре пятница на 7 300 м по открытому интересу здесь у нас идет был приток позиций в четверг и немножко открывали позиции в понедельник вот как раз вот остановили эту всю активность вот обратите внимание на 32 32 30 пускай будет вероятнее что эту цифру вы запомните но на самом деле здесь 32 27 по 32 30 уровень поддержки здесь такой коридор 32 40 32 35 чуть послабее но есть соответственно до выборов еще месяц и вот этот месяц он будет такой достаточно непредсказуемый как по мне любые вот какие-то выступления дебаты между собой когда они начинают рассказывать о своих целях и что они могут что не могут оппоненты то соответственно это немножко тревожит спекулянтов и на фондовом рынке может периодически просто происходить ну кого-то срыв да у кого-то не выдержит нервы и на всякий случай зафиксирует позиции будут сброс пакетов значит обратить внимание также на 32 65 и 32 75 тут коридор фу де-факто как бы здесь за неделю вот эту плюс еще с тех периодов достаточно неплохие объемы были ну тут по из прошлых периодов с того контракта буквально там два-три дня попали как раз тут будут были покупки очень хорошие ну и де-факто показать пока коридор на поддержку 32 65 32 75 вот если вернулись в этот же коридор здесь могут закрепиться и тогда может принципе после этой отсечки на переходе на новый контракт пройти неплохой дальнейший рост два дня пока идут на байрах последние вот эти вот на минимуме первые попытки остановить снижение было уже 22 числа пока процентной ставки не снизили для не повысили и программу спасения в экономике о после пандемии фрс пока не отключила все печатаются но принципе даже печатать уже не нужно ну в общем вот такая ситуация более детально сейчас я покажу на кастомайзере это неделя вот она такая очень не не самая лучшая для торговли на самом деле просто там волатильность туда-обратно два дня простояли в коридоре потом немножко рванула среда и четверть пятница опять застыла волатильность там приличная и можно в ней заработать внутри но в целом как бы это не так просто когда идет конкретно манипулятивная смена постоянного направления рынка итогов у нас почти 10 миллионов оборот и дельта из этого всего события всего лишь 5000 контрактов со стороны байеров на данный момент так давайте возьмем сейчас аккуратненько вот более точно более точно 67 и дельта 14 я просто случайно захватил немножко пятницам вот воскресенье но перенем прошлой неделе случайно чуть и откректировал сейчас у нас получается ядро как раз там где у нас уровень поддержки основная часть недели и это очень неплохо то есть есть шансы но опять же здесь могли и выйти хотя бы в четверг у нас было открытие позиции на дельте на покупку есть шансы что там даже возможно немного загрузили на рост но посмотрим движение с лидерами стран есть в среду вернем четверг может немножко там подтормошить значит более точно смотрите какой у нас расклад по поддержкам это 3235 плотненько до 13255 20 долларов саппорт потом небольшой такой уровень с разнобойными массивами то есть ни одного дня там хвосты дни ведь и хвосты дней здесь и здесь обычно не самые надежные массивы и идет такой немножко так выброс точечный по покупкам 3288 3297 то есть на них особо надеяться не стоит но из из шахтов это вот 3283 он точный один не самый супер надежный но в целом будьте начеку 3263 сейчас пытается вырваться за пределы четвергая пятница это очень хороший признак и шансы что мы хотя бы там ну сможем потрогать до среды так верхушку в этой неделе там уже будем смотреть как 33 с копейками будут смело пробивать не смело просто прощаться там уже 3228 по 3238 это вот эти две недельки оставили в 46 тонн только 18 числа из еще инструментов начну рубля все-таки пошел рост мы уже принципе это прогнозировали ликвидность весь рост сопровождается с ростом ликвидности это означает что участники все больше больше принимают участие а вот по открытому интересу был рывок и он как бы пошел с 18 по 22 число прирост позиции был и немножко сброс был у нас получается 23 основа такой позиции четверг и повторно откатились до два с половиной миллиона это 25 числа в среду в пятницу покупки остальные дни у нас были вот 21 до строя шарты ну оборот увеличился с каждым днемся больше больше сейчас самому покажу 47 вчера было 3837 но здесь я думаю будет целесообразно посмотреть сейчас кастомайзер и заглянуть быстренько на спот так чтобы не захватить ай-яй-яй-яй-яй лишний день 15 миллионов оборот 147 тонн из этого всего оборота на стороне байера давайте посмотрим кастомайзер именно под дельте ух ты прям дальненько такой красоты не видел смотрите ровненько ровненько абсолютно в открытую 78 по 78 300 все на байерах причем объемы там ну не маленькие значит 77 050 берите на заметочку 87 250 это все байеры прям плотненько аккуратненько все чин-чином 7250 включительно потом небольшой пидстоп там селеры появились возможно они же сбросили ну байер сбросили часть покупок такая идет перетрубация есть активность байеров здесь прям четко видно но вот прям такой шикарный уровень саппорта это раз его даже таким немножко военным оттенком зеленого отмечу и чуть поменьше ликвидности но тут ценность этого уровня поддержки в том что каждая цена за байером то что не так объемно но чем выше толкают цену тем сложнее удерживать там контроль по перевесу ну и естественно тут как бы финиширует победителем 78 850 79 050 смотрите по итогу у нас получается давайте дельта покажу 166 к сегодня при обороте 47 миллиона вчера было 30 . ну как бы по сравнению с текущей дельтой совсем несравнимо 179 к было в среду то есть вот ударная в среда пятница по байерам а это чисто промежуточные фиксации 30 к 163 вот был конечно уровень но вот это все четверг грубо говоря это просто фиксация промежуточная и от этого роста ну и вот на верхушке фиксирует если нырнут ниже я думаю что будут сражаться с 78 не пустят ниже если там подтянется центробанк как так курировать вопросом рублян соответственно посмотрим это у нас потиус уровень ликвидности растет с середины сентября без остановки сейчас 48 оборот и это в общем-то идет без остановки происходит плотная в дисбалансы 77 рублей 20 копеек по 77 55 копеек это ближайший уровень поддержки и уже плотно 76 40 по 76 60 до включительно и даже можно взять 78 76 80 по 77 и потом уж 76 по 75 можно весь этот коридор брать на предмет поддержки а теперь давайте взглянем по дельте по дельте уже пропали веселые в позитивные и прибыльные дни с дельтой на шорт почти 700 с копейками к байеры сегодня 700 ну не добрали 655 байеры 266 тонн байеры в общем там пока о селлерах и речи не идет хотя тут были кое-какие просветы и даже оставили за собой небольшой коридор 77 60 по 75 это вот смелость ну некоторых продавцов там совсем маленькие с 50 тонн 50 42 итогово получилось 25 16 но небольшие надежды но это вряд ли потому что байер вон на 78 на 78 40 до продолжает покупать это был рубль но и под завершение новости с крипто мира те кто торгует bitcoin значит рост открытого интереса просто рванул на этой неделе вот именно на этой неделе все подумали что надо наверное немножко прикупить bitcoin то что вот рост пошел 23 на дельте на покупку вчера тоже была правда нейтральная и сегодня без изменения но тоже на покупку такая не с меня не сильно мощная покупки были 14 числа вот эти четыре дня тарились ребятки вот это возможно был сброс но в целом вот дельта сразу же меняется на байера прям очень как-то подозрительно и если если вот этот весь диапазон как только вот смотрите кстати ядро самое плотное ядро у нас на 10 700 итогово 160 лотков кто-то купил итогово и вот диапазон 760 по 820 очень плотно за счет четверга вот здесь очень набросали немало а там как бы открыт интерес на прирост позиции соответственно растут растет количество сделок и по агрессорам большинство на покупку обратите внимание сколько перевесовую байеров в четверг поэтому уровне четверга в качестве поддержки берите обязательно покажу сейчас быстро средств и будем с вами прощаться так это давайте возьмем раз два три вот за эту неделю хотя бы 9 то наоборот 244 на на покупку по дельте получается вот такая картина вот у нас плотность байеров 10 700 и в диапазон 780 по 820 еще поддержка 10 600 потом идет немного активность селеров и еще поддержка на 360 и 400 ну естественно 10 тысяч долларов цена вот такая активность на в общем начали шевелиться на биткоине в так что не пропустите возможность запрыгнуть в уходящие с перо на поезд и соответственно приходите на вас это онлайн пишите в комментариях вопросы возможно какое-то свое мнение других рынках или же о этих рынках мне в принципе было бы интересно какие у вас взгляды какой тренд кто в позиции вообще будет классным всегда будут на 3 атаки вам всего хорошего до свидания до встречи а до приглашаю 12 октября на про трейдер курс те кто хочет разобраться в плотных таких проверенных стратегиях с минимизацией риска непосредственно будем использовать тренд следящей стратегии задействовать будем также коррекционные инструменты с учетом ну фундаментально плотных корреляторов и точки дисбаланса и непосредственно лента будем учиться читать рынок в первую очередь это будет полгода длится три теория и три практика до встречи до свидания с вами был миша лима холл стрит онлайн и компания волкс x пока